В прямом эфире вечерние новости севастопольского телевидения. Здравствуйте, меня зовут Оксана Колесникова. Сегодня 25 июля. Вот что я и мои коллеги подготовили для вас в этом выпуске. В Севастополе проверят все лифты. Такое решение приняли в правительстве после ЧП в доме на улице Парковой. Я про тот лифт даже вообще ничего не знаю. Он мне так нужен. Наши журналисты провели собственное расследование. Автор программы «Площадь Нахимова» Макей Русинов в прямом эфире расскажет, почему лифты стали опасны для людей. В лагере «Ласпи» гости. Детский комплекс осмотрели представители Роспотребнадзора, Департамента образования, а также правительство Севастополя. Попробовали кашу. Очень вкусная. Под прицелом инспекции пищеблок, медицинский корпус и жилой. Пляжная территория. Безопасно ли отдыхать в лагере «Ласпи»? Озвучим результаты проверки. В Севастополь готовится отметить день военно-морского флота. Более 30 единиц боевой техники, подводные лодки, катера, а в воздух поднимутся около 40 летательных аппаратов. Корабли нравятся. И военные нравятся. Программа праздника. Ограничение движения, расписание автобусов и катеров, а еще предостережение. Как на гостях дня ВМФ пытаются заработать мошенники. Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Самый дружный двор» на 2020 год. Победители получат весомые денежные призы, на которые смогут благоустроить свою территорию. Где узнать подробности? Красочные костюмы, огромные декорации и эксперименты со светом. Севастополь готовится к премьере спектакля «Грифон». Как еще постановщики будут удивлять зрителей, расскажем в эксклюзивном репортаже с генерального прогона спектакля. Ливни прошли по берегу Черноморского побережья. Затопило Сочи. Люди и машины передвигаются практически вплавь. А какая погода будет в Севастополе? В Севастополе проверят все лифты. Такое решение приняли в правительстве после ЧП в доме на улице Парковой. Напомню, два дня назад в здании с высоты третьего этажа упала кабина вместе с пассажирами. Как позже стало известно, не сработали датчики торможения. Пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в больницу с травмами. Сейчас Следственный комитет ведет процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. История с лифтом, который у нас скоростным образом приземлился. Слава Богу, живы все остались. Но тем не менее, сейчас какие меры предприняты по этому поводу? Там у нас проверили, была Ростехнадзором проверка этого лифтового хозяйства? Михаил Ильич, у нас на следующий же день вышла проверка жилищного надзора и Севтехнадзора. Ростехнадзора, действительно не сработал датчик. Чтобы было понятно, лифт не упал на самом деле. Потому что у нас в СМИ везде упал лифт, лифт не упал, он ехал с третьего этажа на первый. Он не остановился на первом этаже, не сработали датчики торможения. И он, соответственно, сел на бомферную подушку. Управляющим компаниям уже выписаны соответствующие предписания о немедленной проверке всего лифтового оборудования. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил провести проверку управляющей компанией «Севжилсервис», которая отвечала за дом номер 12 на улице Парковой. Почему лифты стали опасны для людей? Что это, восстание машин или преступная человеческая халатность? Сейчас в нашей студии мой коллега Макей Русинов, автор программы «Площадь Нахимова». Макей, здравствуй. Ты проводишь целое расследование. Расскажи, что удалось выяснить. Да, добрый вечер, Оксана. На самом деле есть что проверять, и не зря глава региона поручил проверять эту управляющую компанию «Севжилсервис». Но так получается, что последнее время в городе, на полуострове Крым и в мире, видимо, где-то вспышки на солнце, и фотографы нападают на туристов, а в управляющих компаниях нападают на журналистов. И прежде чем я расскажу историю и то, что мы увидим завтра в «Площадь Нахимова», предлагаю посмотреть, как это было сегодня. А кто бы нам смог прокомментировать по поводу «Паркова-12», по поводу лифтов? Без понятия. Я про тот лифт даже вообще ничего не знаю, он мне так нужен. Ну как, вы сказали женщине? Но директора же нет, дайте его контакт. У меня нет контакта директора. Вы же подставляете директора. Все, всего доброго. Слушайте, здесь нету этого сервиса сотрудников, не надо меня снять. Вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Снимайте, снимайте, давай. Убери камеру от меня, убери камеру. На каком основании? На таком основании? На каком основании? Ты чего камеру трогаешь? Не нужно меня снимать и мешать работать здесь людям. Чем я тебе работаю? Тем, что вы мешаете здесь, а сотрудник не может работать. Смотрите, в общем, история заключается в следующем. Здесь находится Севжилсервис, управляющая компания дома по улице Парковой номер 12, к которому упал лифт, и женщины сломали ногу. Фамилия инициала, подпись и число сегодня. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Да, Макия, тебя не очень радушно встретили. В управляющей компании. Хлопание дверьми, это или дверями, правильно говорить, это то, что сегодня мы встретили. Управляющая компания Севжилсервис, хотя мне кажется, что компания, которая несколько вляпалась в историю, если не сказать жестче, должна вести себя по-другому, как-то подружелюбнее, и, наверное, все-таки выставлять каких-то людей, которые готовы что-то объяснять. Но вот нас встретили сегодня так, видео завтрашнее будет намного полнее, интереснее, будет большая подводка. По тому, почему мы пришли в эту компанию, как мы ее искали, как она меняет адреса, и сколько компаний, на самом деле, находится по этому адресу. Ну вот, то, что вы видите, сегодня был вот такой вот прием людей, которые хотели всего лишь дать... Комментарий просить... Дать возможность, мы пришли, дать возможность им высказаться, дать возможность им высказаться, но не воспользовались ни сотрудники Севжилсервиса, а самое главное, не дали контактов своих руководителей, которым мы с удовольствием бы с ними связались, спросили бы, ну вот, что имеем, то имеем. Окей, но наверняка вы были и в самом доме на Парковой 12. Что вообще говорят жильцы? Да, дом действительно немного в страхе находится, жильцы в страхе. Есть такая атмосфера, когда вот сейчас мы показали кадры вот этого раскрученного лифта, раскрученных дверей, ощущение вот такой заброшенности после большой трагедии. И люди такие же, они не очень разговорчивые. И когда мы их разговаривали и все-таки спрашивали, как они сейчас относятся к лифтам, они рассказывали, что боятся уже ездить на этих лифтах. И лифты действительно имели большие проблемы. И очень хороший у нас диалог состоялся с жителями этого шестого подъезда. Женщина с детьми рассказала, что за два часа до трагедии дочка, предчувствуя, видимо, эту беду, попросила маму не ходить в лифт. То есть вот такая вот атмосфера напряженности, атмосфера, ну как сказать, ты когда заходишь в лифт, ты же ведь по сути беспомощен. Ты зависишь от того мастера, который этот лифт настраивал. От того исправности, да, совершенно верно. А вот что касается мастера, это другая отдельная история. Мы тоже наведались к ним, но тоже пришли к закрытой двери, хотя офис работал, кондиционер работал, машины стояли. Я говорю о компании Сев Лифт Сервис, по-моему она называется. Как раз таки на обслуживании этой компании стоит этот лифт и лифт и других подъездов. Но вот мы пообщались с домофоном, я призывал их выйти. Ну опять же, это все завтра вы увидите. Мы прошлись по всем инстанциям, по которым только можно, которые контролируют лифтовое оборудование и вообще состояние лифта в городе Севастополе. Государство, конечно, очень быстро отреагировало. Все ведомства быстро проверили и эту компанию, и сделали предписание другим управляющим компаниям по поводу лифтового оборудования. И мы созвонились со специалистом, с человеком, который отвечает за компанию Сев Лифт. И вот он нам рассказал, что по его источникам оборудование в этом лифте просто сборная солянка, которую невозможно, по сути, настроить. Именно поэтому эти лифты не работают день через день. В подъезде два лифта, и они практически никогда не работают. Спасибо, Маккей. Смотрите специальное расследование Маккея Русинова в программе «Площадь Нахимова» в пятницу в 19.05. И еще одно ЧП. В аэропорту Симферополя сегодня вынужденную посадку совершил пассажирский самолет. Борт-аэробус 320, который вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления по техническим причинам. По данным сервиса отслеживания полетов, самолет 40 минут кружил над Симферополем. По предварительным данным, экипаж самолета не мог убрать шасси. В аэропорту сообщили, посадка в итоге прошла штатно. Всех пассажиров, а это 140 человек, обещали доставить в пункт назначения резервным бортом авиакомпании. А в Севастополе таксист спас пожилую женщину от мошенника. История начиналась почти как шпионский детектив, но оказалась банальной попыткой неизвестного обмануть пенсионерку. Некто позвонил женщине и назвался ее сыном. Спекулируя на страхи матери за ребенка, некто предложил женщине заплатить 52 тысячи рублей. Мамочка, миленькая, я попала. У меня большая беда. А знаете, мне уже все. Что такое, сынок? Я тяжело ранил человека. Я ранил тяжело человека. И все. Я даю следователю, следователь с тобой поговорит. И потом мне следователь, вроде как следователь, дал свое имя. Вы говорите, дайте мне свой телефон, мобильный. Я буду везти, чтобы друг приехал сюда ко мне и деньги передать. Якобы другом оказался ничего не подозревающий водитель такси Дмитрий. Ему поступил заказ с неизвестного номера забрать пакет, который должна была передать пожилая женщина. Сверток Дмитрий забрал и повез на указанный адрес. Ему снова позвонил неизвестный и попросил вскрыть пакет. Там оказались деньги. Таксист понял, что имеет дело с мошенниками и сообщил о случившемся в полицию. Сейчас устанавливается личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. А сегодня проверяли лагерь Ласпи. Детский комплекс осмотрели представители Роспотребнадзора, Департамента образования, а также правительство Севастополя. Инспекция посетила пищеблок, медицинские жилые корпуса, обследовала пляжную территорию. Каково заключение специалистов? Об итогах проверки расскажет Елена Карнаухова. Алие приехала в лагерь Ласпи не отдыхать, а работать. Она вожатая. Заселилась несколько дней назад, но уже успела оценить удобство комнат. Новая мебель, отремонтированные помещения. Территория лагеря также благоустроена. Пляж чистый и ухоженный. Территория большая и очень интересная. Разнообразные кружки. Есть чем развлечь детей, чем с ними заниматься вообще. В принципе, очень нравится. Территория красивая, виды красивые здесь. Кормят очень хорошо. Дети наедаются и вожатые все наедаются. В корпусах очень много шкафов. Мне нравится всем детям есть, куда вещи положить. Мебель новая, хорошая. То есть, это тоже очень хорошо для детей. Удобно. То есть, комфортные условия. Вожатые довольны. Но какое впечатление будет у комиссии. Первая локация для проверки – столовая. Инспекторы заглянули на кухню, осмотрели оборудование, пообщались с поварами и попробовали кашу и компот. В заключении специалистов нарушений нет. У всех работников есть медкнижки. Техника в исправном состоянии. Пищеблок содержится в чистоте. Что радует, что практически не было текучки. То есть, те, кто были в начале сезона набраны, они стабильной командой работают. Очень опытные, хорошие сотрудники. Все нормы, требования соблюдены. Вот мы прошли, посмотрели. Действительно, все оборудование работает. Поставщики вовремя все привозят. Никакой просрочки, ничего нет. Попробовали кашу. Очень вкусная. Дети довольные. Мы со всеми пообщались. В ЛАСПе проведена большая работа по подготовке лагеря к сезону. В пищеблок закупили новое оборудование и посуду. В жилых корпусах сделали косметический ремонт. Побелили, покрасили, поменяли окна. По периметру территории установили новые ограждения. Пляж также почистили. Водолазы обследовали дно. Закупили новое спасательное оборудование. Все те предписания, которые были в прошлом году выписаны, они практически полностью устранены. Если по линии МЧС, это пропитка чердачных перекрытий, пандусы установлены, леера дополнительные с электроприборами. Электричество, я имею в виду, это розетки и так далее переделаны. Окна надо было менять, заменили окна. Если по линии Роспотребнадзора практически, мы только в столовую приобрели дополнительное оборудование, параконвектора, приобрели протирочные машины, холодильные лари. Такие проверки всех севастопольских лагерей проходят каждый месяц. Комиссия полностью осматривает территорию, пищеблок, условия проживания и пляж. Проводит комплексные лабораторные исследования. При проведении проверки проводятся не только обследования, но проводятся еще лабораторные инструментальные исследования. Микроклимата, качество пищевых продуктов, условия приготовления пищи. Проверяется медицинский блок, ведение документации, прием больных, как ведется журналы. То есть весь этот комплекс проводится для того, чтобы быть уверенным, что руководство лагеря соблюдает требования санитарного законодательства и создает условия, безопасные для оздоровления детей. Комплексные проверки продолжатся. На контроле у специалистов лагеря «Алькадар», «Радость», «Ласпи» и «Горный». Специалисты будут регулярно посещать оздоровительные центры, чтобы отдых детей был не только веселым, но и безопасным. Елена Корноухова и Михаил Волобоев, Севастопольское телевидение. Высококвалифицированным медицинским специалистам будут компенсировать расходы на съем жилья в Севастополе. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства города. Дополнительные выплаты получат руководители больниц и их заместители, а также врачи-онкологи. На эти расходы из бюджета города выделят больше 3,5 миллионов рублей. Целью этого проекта является преодоление кадрового дефицита высококвалифицированных медицинских работников в городе Севастополе. Настоящим постановлением предусмотрено ежемесячное возмещение лицу, замещающему должность руководителя, заместителя руководителя или высококвалифицированного специалиста узкого профиля, врача-онколога в размере 30 и 20 тысяч рублей в месяц соответственно. Дополнительные выплаты за счет средств бюджета получат и главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения. Также за бюджетные деньги в этом году планируют обновить материально-техническую базу в севастопольских медучреждениях. В первой гурбольнице отремонтируют магнитно-резонансный томограф, а в пятой рентген. На обслуживание и ремонт тяжелого оборудования выделят 17,5 миллионов рублей. Государственная Дума сегодня в третьем окончательном чтении приняла закон, который должен защищать права добросовестных покупателей так называемых криминальных квартир. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, он коснется тех граждан, которые приобрели жилье, не знали о его прошлом и у которых впоследствии это жилье было истребовано по иску после признания сделки незаконной. Мы предложили норму закона, в соответствии с которой гражданин может получить от государства компенсацию за утраченную квартиру или дом. Она может исчисляться как от суммы реального ущерба, так и по кадастровой стоимости истребованной недвижимости. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, однако он имеет обратную силу. Если добросовестный покупатель квартиры попал в такую ситуацию до вступления в силу этого закона, то он вправе в течение трех лет обратиться в суд. И вот как нам прокомментировали сегодня новый закон представители Севастопольского агентства недвижимости. Вообще в среднем это где-то чуть менее одного процента всех сделок с недвижимостью. Как правило, это поддельные документы, либо какие-либо мошеннические схемы с документами, либо непосредственно с самими собственниками. Естественно, такие квартиры потом по суду восстанавливаются в правах прежних собственников, а человек, который приобрел данную квартиру, теряет деньги, потому что возместить ему уже не представляется возможным. И для именно таких случаев это очень полезный закон, потому что человек, благодаря действиям совсем нехороших людей, теряет средства, и эти средства ему государство компенсирует. Единственный вопрос, конечно, здесь возникает, насколько это будет все забюрократировано, и насколько быстро, и насколько в полной мере человек сможет получить данные средства, и насколько этот закон не породит новые какие-либо мошеннические схемы, которые помогут еще и с государства эти деньги получать. Поэтому вопросы есть, но, безусловно, это полезный закон, который поможет собственникам новым быть более уверенными в приобретении жилья. На выборах законодательного собрания избиратели смогут сами выбирать участок для голосования. Для этого необходимо подать заявку на голосование по месту нахождения в любом отделении МФЦ, территориальной избирательной комиссии или онлайн через портал Госуслуги. Для тех избирателей, которые в день голосования находятся вне пределов своего места жительства, есть возможность проголосовать по месту нахождения. В соответствии с порядком включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения, заявление о голосовании по месту нахождения можно подать через территориальные избирательные комиссии, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также через единый портал государственных услуг в период с 24 июля по 4 сентября включительно. Такое заявление избиратель подает один раз. А с 28 августа заявление можно будет подать еще и в участковых избирательных комиссиях, по месту своего жительства. Чтобы воспользоваться услугой, нужно прийти лично и предъявить паспорт. Эта услуга у нас уже идет в третий раз, опыт и образование у нас имеется. Мы ее сейчас оказываем практически во всех наших МФС городских. Это у нас почти 11 отделений будет участвовать. Здесь сотрудники подскажут, какой избирательный участок наиболее близко находится, где ему удобно получить. Может выбрать, оставить заявление. Услуга занимает 15 минут. А вы смотрите вечерние новости севастопольского телевидения. И вот о чем мы расскажем вам далее. Севастополь готовится отметить день военно-морского флота. Более 30 единиц боевой техники, подводные лодки, катера, а в воздух поднимутся около 40 летательных аппаратов. Корабли нравятся и военные нравятся. Программа праздника. Ограничение движения, расписание автобусов и катеров, а еще предостережение. Как на гостях дня в МФ пытаются заработать мошенники. Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Самый дружный двор» на 2020 год. Победители получат весомые денежные призы, на которые смогут благоустроить свою территорию. Где узнать подробности? Красочные костюмы, огромные декорации и эксперименты со светом. Севастополь готовится к премьере спектакля «Грифон». Как еще постановщики будут удивлять зрителей, расскажем в эксклюзивном репортаже с генерального прогона спектакля. Ливни прошли по берегу Черноморского побережья. Затопило Сочи. Люди и машины передвигаются практически вплавь. А какая погода будет в Севастополе? Севастополь готовится отметить День военно-морского флота. Праздничные мероприятия пройдут 28 июля. Начнутся они с сигнального выстрела из корабельной пушки. Орудие уже установили напротив памятника затопленным кораблям. Накануне был сделан пробный выстрел. Именно эта пушка стреляла полтора века назад. В этом году ей исполнилось 165 лет. Также на рейде в парадный строй уже выстроились корабли Черноморского флота. Всего в день ВМФ в праздничной программе примут участие более 30 единиц боевой техники. Это подводные лодки, катера и вспомогательные суда. В воздух поднимутся около 40 летательных аппаратов. Завораживает это дело. Мощно, мощно очень смотрится. Все очень красиво. Я думаю, что аппарат пройдет на должном уровне. И корабли нравятся, и военные нравятся. Все нравится, обстановка нравится. В день праздника 28 числа с полуночи до 23 часов движение личного транспорта по центральному городскому кольцу будет запрещено. Трансляция праздничных мероприятий будет вестись на телеэкране, который расположен на площади Нахимова. В день военно-морского флота севастопольцев и гостей города ждет большая культурная программа. В 9.00 на площади Нахимова состоится возложение венков к мемориалу героическим защитникам Севастополя. В 9.20 в акватории Севастопольской бухты начнется парад кораблей. В полдень на площадь Нахимова покажут вооружение и военную технику. Также можно будет посетить корабли Черноморского флота. Вечером все звезды сойдутся на центральной площади города. Завершится день ВМФ праздничным салютом. Большой телемарафон готовит и Севастопольское телевидение. А пока еще идет подготовка к праздничному параду кораблей. В Севастопольской бухте введено временное ограничение движения морского общественного транспорта. Ограничения будут действовать с 8.30 до 13.30 и 26.00 июля. Для перевозки пассажиров будет организовано движение дополнительных автобусных маршрутов с площадей Нахимова и Захарова. И к вниманию автомобилистов, с завтрашнего дня в городе временно изменят схему движения и парковки автотранспорта. С 11.00 вечера пятницы до 6.00 утра 30.00 июля будет запрещена парковка и остановка личного транспорта на участке улицы Ленина от площади Суворова до площади Нахимова. Парковать машины нельзя будет с 8.00 вечера субботы до 9.00 вечера понедельника. Исключение сделают для общественного транспорта, автотранспорта экстренных служб, технической группы участников мероприятий и коммунальной спецтехники. В день военно-морского флота в городе будет перекрыто движение сразу на нескольких участках. Для удобства жителей и гостей Севастополя время работы общественного транспорта 28 июля будет увеличено. И вниманию жителей и гостей города участились случаи незаконной продажи пригласительных билетов на посещение праздничных мероприятий дня военно-морского флота. Пригласительные билеты на день ВМФ выдаются Черноморским флотом бесплатно по поступившим заявкам учреждений, организаций и трудовых коллективов. А продажи пригласительных билетов не осуществляется. Объявления о продаже билетов носят все признаки мошеннических действий. Покупка таких билетов не дает гарантии прохода на центральную гостевую или вип-трибуну. Кроме того, обращаем ваше внимание, что на период проведения парада кораблей и вечернего артиллерийского салюта запрещен выход в Севастопольскую бухту всем плавсредством, включая маломерные суда. Трасса Таврида. В районе поселка Прибрежное большегрузные машины будут сходить на старый участок дороги, а потом на Приморской развязке они смогут вернуться на новую федеральную трассу. Это поможет разгрузить Тавриду и снизит вероятность столкновения фур с легковыми автомобилями. А с 1 августа в Севастополе появится школьная ярмарка. В городе организуют три ярмарочных площадки. Традиционно они будут находиться на проспекте Генерала Старикова рядом с кинотеатром Москва, в Комсомольском парке и на проспекте Октябрьской революции напротив дома номер 57. Торговля будет вестись ежедневно до 5 сентября. Это традиционно приурочено к началу нового учебного года для обеспечения дополнительно товарами, необходимыми к 1 сентябрю. Это как одежда, обувь, так и канцелярские товары, книги и так далее. Завершается прием заявок на конкурс «Самый дружный двор» в Севастополе на 2020 год. У желающих получить финансирование на благоустройство своего двора осталось всего несколько дней. Заявки принимают до 29-го илья, включительно в районных муниципалитетах. Как напомнили в департаменте по территориальному развитию Севастополя, конкурс проводится в пяти номинациях. «Самый дружный двор», «Самый благоустроенный двор», «Самый цветущий двор», «Самый чистый» и «Самый спортивный двор». Победители смогут получить софинансирование на озеленение и художественное оформление территорий, строительство спортивных сооружений, оборудование зон активного отдыха, создание парковок для автотранспорта, оборудование площадок для выгула собак, ремонт дорог во дворе и освещение и многое другое. Все подробности конкурса, а также список необходимых документов для участия можно узнать на сайте правительства Севастополя на странице Департамента территориального развития. Напомню, заявки принимают до 29 июля. Уже в эти выходные на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический пройдет фестиваль исторической реконструкции «Грифон». Он будет длиться два дня и охватит хронологический период более полутора тысяч лет. На фестивале пройдут мастер-классы по гончарному и ткацкому мастерству, поединке воинов, стрельба из лука. Кульминацией станет премьера театральной постановки «Грифон». Это экспериментальный спектакль, в котором соединили классическую драматургию и современные технологии. Что получилось в итоге, расскажут наши корреспонденты. Синтез истории и театрального искусства. Такое сочетание точно понравится как взрослым, так и детям. Создатели «Грифона» обещают зрителям настоящее путешествие сквозь время. Скифские набеги, крещение Руси, Крымская война, оборона Севастополя. Действие развивается в шести временах. На сцене выступят сто артистов. На создание костюмов для них потратили километр ткани. Получается порядка двухсот костюмов. Есть костюмы сложные на аккумуляторах, которые в процессе надуваются. Получается такой объем сложный. Русская армия, русские солдаты. Костюм русского солдата. Такой вот сложный, с такой рамой за спиной. По ножи на сапоге надеваются сверху еще. Проводником по временам станет «Грифон» – символ древнего Херсонеса. Костюм главного персонажа механический и весит 30 килограмм. Управляют «Грифоном» одновременно пять артистов. Сейчас, конечно, подготовка плотная, скоро премьера, поэтому каждый день по много часов, конечно, проводим здесь. «Грифон» – это, да, как проводник через весь спектакль, потому что есть много практически в каждой сцене упоминаний так или иначе об этом мифическом существе. Там специальные установки под руки, мы им управляем, как бы двигаем руками, и ноги взаимодействуют с нашими руками, и они управляются собой. Как-то так. Удивлять зрителей будут не только костюмами, но и декорациями. Механические куклы, киностатические объекты, надувные конструкции. В этой постановке они не просто украшают сцену, они – персонажи. «Каждые декорации, они должны помогать, прежде всего. И мы с режиссёром-постановщиком этого проекта, Славой Игнатовым, мы разработали какую-то свою концепцию и, в общем, воплотили её в жизнь. Работали много художников. Это и компьютерная графика, и девочки по костюмам, в общем-то, то, что вы видите, какие-то надувные детали, или вот грифон, который сделан. Это всё делали разные художники». Отдельную роль в этой постановке играют руины Херсонеса, свидетели всех событий, о которых рассказывает грифон. Обратите внимание, как на них играет свет. Полное сочетание театра, античности и мультимедия. «Руины Херсонеса являются, по большому счёту, нашими натуралистичными декорациями, которые мы должны в первую очередь учитывать. И не только в полотне спектакля, грубо говоря, мы должны их учитывать ещё и с технической точки зрения, потому что мы должны их сохранить. Мы не можем здесь делать всё, что мы себе обычно позволяем на стадионах или спектаклях, что мы где угодно, что угодно ставим. Мы пытаемся всё, что здесь мы делаем, вписать в историческую архитектуру». Премьера грифона состоится 27 июля в 21.00. Спектакль будет проходить каждую субботу до конца сентября. Екатерина Брега, Анатолий Кукса, Севастопольское телевидение. А Сочи затопило в ночь на четверг. В городе выпало рекордное количество осадков. Улицы поплыли в буквальном смысле слова, а вместе с ними и люди, и машины. Судя по опубликованным очевидцами видеокадрами, ливневые канализации просто не справлялись с потоками прибывающей воды. Автомобили глохли, их приходилось выталкивать из огромных луж. Сложнее всего было передвигаться во дворах жилых домов. В некоторых припаркованные машины уходили под воду почти по самую крышу. А завтра в Севастополе синоптики обещают ясную погоду. Температура днем достигнет 26 градусов, вечером плюс 22. Атмосферное давление в пределах нормы 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха до 77 процентов. Ветер западный, к вечеру сменится на северо-западный. Температура морской воды плюс 23 градуса. Это были вечерние новости севастопольского телевидения. Мы работали в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами. В студии была Оксана Колесникова. Сразу после выпуска смотрите продолжение сериала «Дорога в пустоту». А я с вами не прощаюсь. До встречи в 21 час.